Челябинск Буквально через месяц мы согласовали И я получила лицензию на проведение по всей России По правилам арт-баттла Всего за 20 минут Участники должны создать целое законченное произведение В присутствии зрителей Это вообще что-то абсолютно невероятное Это в режиме живого времени Только 20 минут Все приходят в музей и смотрят картины Которые писались сотни лет назад Это круто, но это не так интересно Наверное, как видите То, что происходит прямо на твоих глазах Я люблю модерн Я люблю кубизм, пикассо То есть это мое И на первом раунде я именно захотела показать То, что мне близко Я вообще рисую граффити Как бы делаю И у меня на рисунке изображена стена И цветок Как бы живой и неживой И стена, она как бы ближе мне В плане холста Ну так получилось, что я в детстве рисовала всегда Горы, дерево Очень мощное дерево И рассвет или закат И почему-то мне захотелось сегодня вспомнить детство Вот таким образом Я просто понял, что надо объединить две темы, которые я люблю В одну и вот примерно такой сюжет и получился То есть я люблю Венецию Я люблю умноженную натуру У меня получилась умноженная Венеция такая У меня просто... Я сейчас сделала к Новому году серию котиков Кот на велосипеде, кот с рыбой Кот-кот Я думаю, а чего бы кота опять же не нарисовать Вот и решила кота нарисовать Художники, они сами по себе творцы не только искусства, но и просто жизни Поэтому очень важно, чтобы они участвовали в подобных мероприятиях И поскольку это батл, здесь должен быть победитель Его путем голосования выбирают присутствующие здесь зрители Хочу сказать, что я под очень большим впечатлением от этого мероприятия Во-первых, сам формат Он для меня новый Нигде я такого не видела Ни у нас в стране, ни в других странах Эмоции меня переполняют Я удивляюсь Насколько это возможно За такой короткий отрезок времени Сотворить шедевр По итогам голосования победу присудили художнику из Екатеринбурга Орел – это гордая птица А именно на арт-баттле я считаю это параллельной такой стезой, как версус баттл Я как бы провозгласил себя орлом, который делает панчлайн против всех В планах у организаторов еще четыре тура в городах России Затем финалисты каждого из них отправятся в Москву, где в таком же формате выберут художника, который представит нашу страну на арт-баттле в Амстердаме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова